И все-таки закрыли. На территории студенческих общежитий завершили установку ограждения. Оно лишило жильцов 7 и 9 домов по улице Университетской пешеходной дорожки. Руководство в ЛГУ устанавливало забор, исходя из антитеррористических требований правительства. Тротуар неофициальный, поэтому сотрудники университета без труда его закрыли. Только не взяли во внимание, что людям придется ходить по проезжей части. Другого пути больше нет. Невозможно по той дороге асфальтированной пройти, невозможно в магазин сходить. И приходится делать все это на проезжей части дороги. Вы нас к чему учите? Ходите по тротуарам, мы ходим по дороге. А вам наплевать, пока кого-то не убьет, не сшибет. Жильцы домов переживают за своих детей. Если утром в школу их провожают родители, то уже обратно ученики возвращаются самостоятельно. Чтобы пропустить машины, дети забираются на сугробы. Тут все налить кругом. И вот идет ребенок, машины. Некуда отойти. То есть вы представляете, да, вот эти вот горы снега, горы льда или вода по коленам, такие вот лужи. И просто вот так вот. Машина едет, некуда вообще деться. Люди просили передать дорогу из федеральной собственности в муниципальную. Тогда бы они смогли рассчитывать на строительство тротуара. Но для мэрии вопрос оказался настолько сложным, что в официальном ответе чиновники просят дать им еще время подумать. Администрация города Владимира, рассмотрев обращение жильцов 7-го и 9-го домов по улице Университетской по вопросам, связанными с решением руководства ВЛГУ о проведении работ по установке ограждений, продлевая срок рассмотрения обращений в связи с необходимостью дополнительной проработки вопроса. А в это время калитку закрыли. Жители многоэтажек удивляются. Почему только с их стороны? В заборе есть и другие калитки. Их оставили открытыми. О какой же антитеррористической защите студгородка может идти речь? Сейчас это больше похоже на конфликт с местным населением. Вот я иду, а сзади меня машина едет и меня сигналит. Я не ухожу. Водитель выходит на меня орет. Почему ходите по дороге? А где мне идти? Потому что здесь все закрыто у нас. Нам сейчас негде ходить. А что тут? Вот. Вон. Работник университета, ответственный за установку забора, объясняет, что исполнял приказ. Его обязали закрыть всю университетскую территорию от посторонних. Металлическое ограждение установлено для того, чтобы на территории земельных участков учебных заведений и общежития не находились чужие посторонние лица и машины. Впоследствии должно быть обеспечен пропускной режим на эти территории закрытые. Для того, чтобы туда могли пройти только учащийся раз, преподаватели и персонал университета. Но как быть людям? Почему им не предложили, помимо проезжей части, другие варианты? Искать их вместе с жильцами будут представители общественной организации ЖКХ «Контроль». Причина установки ограждения – это якобы антиротеррористическая угроза. Чтобы не допустить террористов на территории ВЛГУ и сделать отсутствие прохода. Мы видим, что проход у нас есть. Раз проход, два проход, три проход. Но при этом для жителей открыть калитку, для того, чтобы они как ходили, так и продолжали ходить по тротуару, этого сделано не было. Если калитка так и останется на замке, общественники подадут иск в прокуратуру, чтобы уже ее сотрудники требовали и от университета, и от мэрии сделать жизнь людей безопасной.